Все подошло? Да, все, кроме сапог, док. Они немного жмут. А ты уверен, что такое тогда носили? Конечно. Ты что, вестернов не смотрел? Да, смотрел, док. И клинтыст вот ничего подобного не носил. Какой клинт? Все верно. Ты о нем еще не слышал. Марти, надень эти сапоги. Такие штуковины в 885-м не носили. И в 955-м тоже не носят. Хорошо. Как только там окажусь, надену. Я обещаю. Хорошо. Кажется, все готово. Бензин в бак залит, твоя одежда на тебе, и на всякий случай свежие батареи для рации. О, а как насчет летающей доски? Скейтолета. Точно. Док, отсюда до Хилл-Вэлли чертовски далеко добираться. Это безопасный план. Мы не можем рисковать и отправлять тебя в географически незнакомое место. Ты же не хочешь врезаться в дерево, которое росло в прошлом. Это абсолютно открытая местность. У тебя будет достаточно места, чтобы остановиться. Там, куда ты отправляешься, дорог нет. И там есть пещера, в которой ты сможешь спрятать машину времени. Итак, контрольные лампы нового временного контура прогрелись. Контур включен. Я написал письмо 1 сентября. Мы отправляем тебя в следующий день, 2 сентября, 885-го, 8 утра. Меня застрелили с седьмого. Чтобы найти меня, у тебя будет 5 дней, я кузнец, поэтому у меня должна быть мастерская. Тебе нужно направить машину времени прямо на этот экран, разогнавшись до 88 миль в час. Подожди, док. Если я поеду прямо на экран, я врежусь в этих индейцев. Марти, нужно думать в четырех измерениях. Ты моментально перенесешься в 885-й, а там индейцев никаких нет. Точно? Ну? Удачи. Ради нас обоих. До встречи в будущем. То есть, в прошлом. Вот именно. Счастливой дороги, Марти! Готов, Марти? Готов! Внимание! Не подведи, селья. Поеху, Готов, Диаас! Эй! Индейцы! Поеху! Поеху! Рад иги! Рад иги! Пещера! КОНЕЦ КОНЕЦ